добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о дисциплине еще одно правило которое было бы неплохо соблюдать перед тем как наказывать это правило двух предупреждений всегда перед тем как наказывать ребенка сделайте минимум два предупреждения во первых это поможет вам понять что ваш ребенок поступает осознанно а не нарушает правила случайно во вторых дети не всегда адекватно воспринимают первое предупреждение и зачастую особенно когда они заигрались они находятся знаете каком в ажиотаже веселом они воспринимают это как запрет и им нужно остановиться чтобы понять что вы действительно серьезно если ваш ребенок заигрался то даже двух предупреждений я думаю будет маловато минимум три взрослые дети вообще сложно воспринимают запреты и чтобы их остановить потребуется достаточно твердо сказать определенные вещи и так минимум два предупреждения есть еще одно такое очень интересное наблюдение существует так называемый синдром ночного охранника представьте себе такое офисное здание где вечером все расходятся по домам и ночной охранник ходит и намеренно пытается попробовать открывается ли дверь или нет то есть он проверяет закрыли ли сотрудники той или иной компании дверь уходя домой дети когда мы говорим вот это нельзя в обязательном порядке проверят закрыта ли эта дверь и мы не можем их за это наказывать почему потому что они хотят понять вы вообще всерьез то что вы запретили это это действительно запрет или просто так они в обязательном порядке это проверят вам нужно сказать да 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 это нельзя положи на место там не ходи не трогай не поступай так это очень важно если вы сразу начнете наказывать это будет воспринято неправильно не потому что вы не правы нет а потому что ваш ребенок скорее всего либо заигрался либо решил проверить вашу серьезность либо он просто не понимает еще почему это нельзя и вам в обязательном порядке нужно несколько раз очень четко и очень конкретно предупредить его перед тем как наказывать если же после третьего раза третьего предупреждения ваш ребенок не реагирует он продолжает делать эти вещи то если вы его не накажете вы просто совершите преступление вы сформируете в нем вот это осознание безнаказанности что он может делать те вещи которые запрещены и ему за это абсолютно ничего не будет